Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу вам представить разработанный в СИГИ информационный продукт системы учета и мониторинга перспективных участков недр территории России с оцененными прогнозными ресурсами категории П3, выделенных на основании региональных геологических, геолого- и геофизических, геохимических работ и о свободном доступе к системе на сайте ФГБУ СИГИ. Сейчас я хотел бы просто пару слов сказать о СИГИ, что это такое. То есть наш институт имеет более чем 130-летнюю историю и является преемником первого государственного геологического учреждения России, это геологического комитета, который был основан в 1882 году. Вся информация о СИГИ есть на сайте, просто я хочу сказать, что на сегодняшний день в СИГИ, его московский и норильский филиал объединяют 1200 высококвалифицированных специалистов. При СИГИ действует Всероссийская геологическая библиотека, Центральный геолого-разведочный музей. В составе СИГИ есть 5 специализированных центров, в том числе уникальный центр изотопных исследований. Ну и дальше, переходя, собственно, ближе к теме доклада, что во СИГИ ежегодно организуется около 40, не менее 40 полевых партий, которые работают по всем регионам России. И силами в СИГИ подрядных организаций ежегодно обеспечивается природа геологической изученности масштаба 200 тысяч, порядка 80 тысяч квадратных километров. И выделяется не менее 40 перспективных участков категории П-3. Вот про систему учета этих участков я и хочу рассказать в своем докладе. На сегодняшний день система учета включает 2513 перспективных объектов. Создание этой системы было начато в 2004 году. Надо сказать, что прогнозные ресурсы низких категорий – это традиционная сфера деятельности нашего института. Такого рода работы СИГИ системно проводил еще с 80-х годов прошлого столетия. И тогда он еще был не всероссийский, а всесоюзный геологический институт. И раз в 5 лет по приказу Мингео СССР он регулярно проводил апробацию прогнозных ресурсов категории П-3. Итак, 2004 по 2006 год был выполнен первый этап создания этой системы. Был подготовлен основной массив данных. Его подготовка проводилась силами СИГИ и 26 подрядных организаций. В качестве основных источников информации использовались 4 группы данных. Первое – это материалы последней пятилетней СИГИ-шной апробации прогнозных ресурсов П-3, проведенных по последнему приказу Мингео СССР. Второе – это сведения по оценке прогнозных ресурсов, полученные при выполнении работ по составлению ГОСГИО-карт 200 миллион. Третье – это результаты работ по геолого-минералогическому картированию масштаба 200 и 500 тысяч. И четвертое – это данные, полученные в ходе тематических прогнозно-металлогенических работ отраслевыми институтами Министерства природных ресурсов. И в результате вот этого первого этапа был создан массив из 1630 перспективных площадей. Этот массив был загружен в базу данных и составил основу системы учета. С 2007 года система переведена в режим мониторинга и регулярно пополняется новыми данными, полученные при геологическом картировании 200-миллионного масштаба. В 2015 году существовшая технологическая платформа для введения системы устарела и не обеспечивала необходимую сохранность данных и оперативных представлений. И кроме того, в связи с внедрением заявительного принципа недропользования от Роснедра нам была поставлена задача обеспечить открытый и удобный доступ к перспективным участкам. В 2016 году начался перевод системы на новый технологический уровень и ее реализация в виде интернет-приложения. И вот уже два года система представлена на нашем сайте, функционирует в открытом режиме и за это время зарегистрировано более 15 тысяч обращений. Более подробную статистику по обращениям я приведу позже. Сейчас несколько слов об организации работы. Организационная схема работ по созданию и введению системы учета имеет трехуровневую структуру. Это производственные организации, СИГИ и научно-редакционный совет Роснедра. Первый уровень – это составление паспортов. Выполняется организациями, непосредственно проводящими геологическое изучение определенной территории, в том числе, конечно, это и полевые партии СИГИ. Следующий уровень – это экспертиза и апробация. Этот этап выполняется силами региональных и специализированных отделов СИГИ. И на верхнем уровне проводится рассмотрение подготовленных объектов на НРС Роснедра в составе листов Госгелкарта. После апробации паспорта получают статус «рекомендованный» и как отдельная категория учитываются в системе. На сегодняшний день таких объектов – тысяча три. Но хочу подчеркнуть, что в систему вносятся все паспорта, поступившие от исполнителей работы, отклоненные и рекомендованные территориальными органами – все. Все-таки оценка эксперта – это субъективная оценка, и потенциальный недропользователь может с ней согласиться, не согласиться, привлечь своих экспертов для апробации материала. Поэтому с отметкой о соответствующей категории они вносятся в систему, и в системе представлены все перспективные объекты. Теперь несколько слов об организации информации. Вся информация загружается в базу данных, разработанную нами в 2015 году структуру, и дальше на основе этих данных автоматически формируется текстовое представление паспорта объекта. Как правило, паспорт состоит из 10, 20, 30 страниц. Информация там группируется в 6 основных, один дополнительный блок. Основная информация – титульные сведения, общие сведения об объекте, геолого-металлогеническая характеристика, обоснование выделения перспективного объекта, количественная характеристика. Ну и краткую характеристику этих блоков вы видите на слайдах. Блок «Дополнительные материалы». Включает протокол рассмотрения паспортов перспективных объектов в территориальном органе Роснедра, протокол экспертного заключения, расширенную характеристику объекта, количественные оценки, дополнительные картографические материалы. Как я уже говорил, в марте 2016 года начались работки по созданию новой технологии представления информации именно в виде интернет-приложения. Основная часть работы выполнена в 2017 году, и система опубликована в разделе «Информационные ресурсы» с сайтов Сигеи. В интернет-представлении система состоит из двух блоков. Первый – это электронный кадастр паспортов, и второй – это интерактивная карта. Эти два представления связаны друг с другом и обеспечивают возможность как пространственного отображения перспективных площадей, так и их полную характеристику. Система реализована в виде клиент-серверного приложения. Это имеет ряд преимуществ, не буду перечислять какие, но для нас с вами основное преимущество в том, что все данные, представленные системе, они актуальны на текущий момент времени, вот на сейчас. То есть нет такого понятия актуальной системы на 1 января 2016 года или 2017 года. Все, что сейчас, а не сейчас операторы вносят в систему, сразу становится доступным на интернет-сайте. Электронный кадастр или список паспортов. Он содержит модуль поиска данных, который дает возможность выбора и визуализации объектов через интернет по 15 основным параметрам, таким как группа полезных ископаемых, цветные металлы, редкие металлы, вид полезного ископаемого, золото, медь, цинк, по административной принадлежности. Можно выбрать все перспективные участки по территории любого субъекта федерации или федерального округа. Мы постоянно изучаем востребованность тех или иных параметров запроса и к концу года обновляем или дополняем этот инструментарий. Ну и после того, как выбрали соответствующие нашему допросу паспорта, мы можем посмотреть их более детально. Из паспорта мы можем перейти к карте, на которой будет показано на пространственное положение выбранных объектов, и посмотреть их на топографической или геологической карте. Можно подложку менять. Сейчас мы работаем над тем, чтобы под каждый участок можно было подключить подложку в виде более крупномасштабной карты геологической, дистанционной или геохимической основы. К концу года мы эту фичу сделаем. Из паспорта мы можем... Ага, это я уже сказал. Следующее. Кроме того, мы можем, естественно, перейти и от карты к паспорту. То есть выбрать интересующий нас объект на карте и посмотреть его паспорт. При визуализации карты в обзорном масштабе все перспективные площади представлены в виде точек. По мере увеличения масштаба они отрисуются как площадные объекты. Ну и при обращении к точке мы можем получить при выборе объекта на карте доступна кратка или полная информация. Полная информация доступна для зарегистрированных пользователей. Регистрация выполняется... В виде сограничения регистрации нет, она выполняется пользователем самостоятельно. Там вы указываете свой адрес электронной почты и в какой области вы работаете. То есть наука, образование, горный бизнес, госпредприятие и так далее. То есть там есть ряд категорий, которые надо выбрать. Эта информация нам нужна для того, чтобы сообщать об обновлениях интерфейса, ну и для того, чтобы ввести статистику посещения. Ну и теперь краткая статистика по системе. Распределение участка по группам металлов. Всего их, значит, участков 2513, из них благородные металлы, это почти половина, тысяча пятьдесят один. Распределение участков перспективных по округам больше всего в Дальневосточном округе, второе место Сибирский, четыре округа Европейской части России, это третье место, Уральские и Приволжки, два округа, на четвертое место. Ну и дальше распределение пользователей по категориям, это зарегистрированных пользователей. То есть большинство пользователей, это недопользователи и сервисные компании. На втором месте научно-образовательные учреждения, третье – это организация учреждения Росметов. Ну, вот, пожалуй, и все, наверное, про систему. Как я сказал, система находится в открытом доступе, и если она поможет в освоении минерально-сырьевых ресурсов, мы будем рады. В свою очередь мы готовы к любому сотрудничеству в этой области. То есть это может быть, здесь представлен основной перечень работ, которые СИГИ может предложить недопользователям для выполнения. Это сбор анализа, обобщение материалов, это, естественно, построение геологических карт, сводных, детальных, составляние пояснительных записок. Это комплектная оценка минерального потенциала, это лабораторно-аналитические работы, организации проведения совместных работ по, в том числе и по левых. Ну, и еще хочу отметить, что СИГИ, наверное, единственная организация Росмедра, где количество молодых геологов не уменьшается, а увеличивается. На всяком случае, по моему впечатлению. Ну, и эти молодые геологи хотят, могут, им интересно выполнять такого рода региональные геологические исследования. Ну, и кроме этого, у СИГИ действует аспирантура, в которой учатся 56 аспирантов очной формы обучения. То есть мы готовы обеспечить и достаточно высокий научный потенциал проводимых работ. Все, спасибо. Спасибо большое.